Постановление принимается с 25-го, по-моему, да? Уже с 25-го у нас первый замминистра, и уже с 25-го сотрудники пищевой академии бегают, примеряются к кабинетам. Понимаете? И в это время господин Сулейма говорит, ну у нас будет дружба, вы будете вместе. Встает проректор учебной части, говорит, какая дружба, если уже в столовую пришла женщина, и говорит, как мы тут будем работать. Понимаете? Поэтому, конечно, я, уважаемый Богдан Викторович, мне просто даже непонятно. Я не представляю, как если бы я прибежал к нему, ну скажем так, и сказал, давай мы будем вместе, тут, все будет хорошо. Значит, аргумент стороны, ну, министерства образования, вам будет хорошо. Я говорю, подождите, это аргумент, скажите, ну уважаемые, давайте так, мы сейчас взрослые люди, это аргумент объединения, вам будет хорошо. Я ему сказал, нам не так хорошо, мы работаем стабильно, у нас коллектив стабильный. У нас контингент, я вам докладываю, уже больше тысячи заявлений, при том, что, конечно, был антипиар, очень удачно, накануне вступительной кампании, когда все родители и дети смотрели телевидение и должны были смотреть на куда выбирать. И вот это такая ситуация. Поэтому, конечно, здесь много аспектов этого, можно сказать, ну, я не спигаю слово рейдерство, потому что это юридический термин, наверное. А я просто человеческим термином говорю. И, конечно же, во время выступления перед конференцией другого коллектива прозвучала какая-то дружба, когда уже бегают, извините, комиссары, делят имущество. То, конечно, тогда, извините, коллектив стал очень жесткой позицией. И ни в каких переговорах о каком-то, извините, это просто, ну, у меня нет слов. Вот так вот, если так честно.